Детский сад номер 73. Городок современный с бассейном. Пока воспитанники отдыхают после сытного обеда, педагоги демонстрируют первому зампредуму Соболдума Никите Чаплину классы и кабинеты. Это дошкольное учреждение появилось на улице Летной, как 400 других, построенных в Подмосковье за последние пять лет благодаря губернаторской программе «Детские сады». Ну это стены. Понимаете, очень важно было создать коллектив, сплотить людей. И это удалось и заведующим детским садом Наталье Сергеевне, которой я благодарен. Очень хороший коллектив. Разговор по душам с трудовым коллективом детского сада «Городок» был в этот день главной задачей депутата регионального парламента. Никита Чаплин рассказал сотрудникам дошкольного учреждения о том, какие проблемы чиновники Подмосковья уже решили, какие взяты на карандаш. Ответил на насущные вопросы. Вопросы, которые волнуют воспитателей, которые волнуют методистов, людей, которые работают в детском саде и с детьми, и с родителями. В завершении собрания Никита Чаплин поблагодарил трудовой коллектив детского сада номер 73 «Городок» за работу. Лучшим вручил благодарности Московской областной думы. Среди награжденных заведующая этим дошкольным учреждением Наталья Левицкая. «Для меня это очень важно и очень значимо, что на таком высоком уровне, посмотрев ту работу, тот объем, который мы делаем, как мы трудимся, и оценено вот этой благодарностью». Никита Чаплин отметил, что строительство детских садов Подмосковья, в том числе в городском округе Мытищи, будет продолжено. Например, сегодня в дошкольном учреждении остро нуждаются жители 25-го А микрорайона. Решить эту проблему – задача номер один. Надежда Трифонова, Андрей Капустин. Информационная программа «День».